Высокий уровень выбросов загрязняющих атмосферу остается и по сей день главной проблемой энергосектора Татарстана. О том, что с этим делать и почему самострой на берегах Нижнекамского водохранилища мешает повысить выработку зеленой электроэнергии республики. Энергетическая проблема на сегодняшний день является одной из самых актуальных для всего человечества. Традиционные источники, такие как нефть и газ, прочие скопаемые, постепенно теряют свою активность, становятся более дорогими и, конечно же, наносят огромный вред окружающей среде. Говоря о зеленой возобновляемой энергетике, ее источники по историческим меркам считаются неисчерпаемыми. Сегодня к зеленой энергетике относятся все невозобновляемые источники энергии. Это солнечная энергия, водная гидроэлектростанция энергии, ветровая энергия и много-много других, которые являются невозобновляемыми, для которых не нужно тратить чего-то, скажем, из-за чего выделяется углекислый газ. Например, Россия очень мало использует угля, потому что у нас есть газ. В России содержится более четверти запасов газа всей нашей планеты. Мы его добываем в огромных количествах, мы его продаем Европе, Китаю, другим странам. И у нас в быту даже люди используют газ. Поэтому, конечно, в этом смысле Россия является наиболее зеленой страной. Тенденции развития зеленой энергетики вполне можно назвать обнадеживающими. Так, в странах Евросоюза в период 2004-2013 годы доля энергии, получаемой из альтернативных источников, возросла с 14 до 25%. Важно также отметить, что ведущие мировые корпорации всецело поддерживают переход на возобновляемые источники энергии, вкладывая в эту отрасль огромные суммы. Так, в республике Татарстан необходимо повысить уровень Нижнекамского водохранилища для увеличения загрузки Нижнекамской гидроэлектростанции единственного татарстанского источника зеленой энергии. Поднятие уровня Нижнекамского водохранилища приведет к тому, что прилегающие к нему территории будут подтоплены. Вместе с подтопленными территориями уйдут не только жилые и хозяйственные постройки, но еще ряд уникальных экологических систем. Зеленая энергетика в Татарстане должна развиваться в соответствии с общероссийскими и общемировыми тенденциями по снижению углеродного следа и экологизации промышленного производства. Для республики Татарстан перспективными отраслями зеленой энергетики традиционно может стать сельское и лесное хозяйство. Среди сельского хозяйства необходимо выделить возделывание таких технических культур, как рапс, а также сахарные свеклы в рамках получения биотоплива. В этом случае углеродный след можно будет приравнять к нулю. Елизавета Никитина, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова